В ответе за безопасные полеты Айнур Зарипов уже около года. Сейчас в связи со сложностями на заводе, три дня в неделю занимается основной работой. Руководит бригадой по ремонту самолетов Ту-154. Оставшиеся два дня трудится дополнительно. Я не теряю ничего. То есть, до этого у меня были простое по работе, было маленькие простое. Сейчас я полностью занят все пять дней в неделю. По зарплате я получаю то же самое. Я доволен. Более 500 работников предприятия из-за уменьшения количества заказов могли потерять около трети зарплаты, а то и работу. Благодаря антикризисной программе, которую проводит областное министерство труда, для сотрудников завода создали временные рабочие места. Работы связаны с перемещением оборудования, с оптимизацией, с высвобождением старого и утилизацией старого оборудования, сбор металлома, приведение в порядок рабочих мест. Затраты на зарплату работникам компенсирует Минтруда. Создание временных рабочих мест – часть антикризисной программы министерства, на которую направлено из федерального и областного бюджетов порядка 800 миллионов рублей. Около 100 уже освоено. Из них 18 на временное трудоустройство. Чтобы не оставлять людей без работы, Минтруда за счет бюджетных средств обучает тех, кто рискует попасть под сокращение. У них есть возможность за наши средства точно так же переобучиться, получить востребованную на рынке трудопрофессию. В период обучения им также выплачивается заработная плата, а по итогам они получают гарантированное трудоустройство. Потому что мы деньги даем конкретному предприятию, он обучает сотрудников, а потом трудоустраивает к себе. В антикризисном режиме авиакору необходимо продержаться до зимы. С нового года на заводе надеются перейти на привычный алгоритм работы. По плану объем заказов вновь вырастет, и сотрудники будут заниматься непосредственно своей работой все пять дней в неделю. До конца года за временное трудоустройство людей предприятие ожидает получить компенсацию в размере более 20 миллионов рублей. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.